Задают вопрос о том, чем питаться во время поста, когда падает гемоглобин, или чтобы он не падал. Отвечаю. Первое, самое простое средство, почаще бывайте на свежем воздухе. Почему? Потому что гемоглобин отвечает за снабжение организма кислородом. И когда вы на свежем воздухе бываете почаще и при этом трудитесь, еще какую-то работу выполняете, то улучшается снабжение организма кислородом, соответственно уменьшается утомляемость. В общем, те все клинические проявления малокровия, которые выражаются в утомляемости, болезни головы, в том, что мерзнут конечности, ну и прочие негативные такие. Значит, первое, почаще свежий воздух и желательно, чтобы это было связано с какой-то работой, ну, с движением. Хорошо, если молодые спортом занимаются, людям в области, народ, можно рекомендовать прогулки в море, в садах, в парках, просто в свежем воздухе. Второе, питание. Очень важно сбалансированное питание. Обязательно те продукты применять, которые содержат многое железо. Фисташки, яблоки, морепродукты. Ну, про мясо я не говорю, потому что просто красная, черная икра тоже не всем по карману. А вот, скажем, такие вещи, как овощи, фрукты, фруктовые салаты, супы, овощные соки, это доступно каждому. Зелень, обязательно зелень. Каждый день пучок зелени надо съесть непременно. Морковку съесть, агронаты, яблоки, фисташки, вот в этих продуктах много содержится железо. И морепродукты. Морепродукты тоже, они, конечно, дороговатые немножко, но иногда их для разнообразия нужно отдавать. И это будет способствовать улучшению кровотворения. Еще очень хорошим средством является красное сухое вино. Никого, не сладкое, не крепленное, а именно сухое, потому что оно будет безвредно. От него не опьянеешь, от него не сопьешься. Ну и вино недорогое. Бутылки хватит на две недели, если бы 50 грамм выбивать, начинуться. Третий момент, очень важный, это, конечно, духовная жизнь. Те, кто верует, Господь по их вере дает им здоровье, дает им и чудеса свершает. Я знаю массу, просто примеров, когда люди с падающим небоглобином, например, беременные, они притещались как можно чаще. В среду, в яркостью, по воскресеньям. И у них все выравнивалось, налаживалось даже без всяких уходов. Ну, конечно, когда уже здоровье такое, что требует вмешательства медицины, то врачами не понебрегайте. Библия так прямо и говорит. Врачи свои знания имеют, не дарование имеют от Бога, поэтому врачами не понебрегают. Желаю тебе здоровья и вот в воскресенье для тебя в добром.